Школа имени профессора Столярского это одно из самых известных музыкальных специальных учебных заведений Украины, которое дало миру огромное количество талантливейших музыкантов, которые сейчас влияют на развитие мировой музыкальной культуры. Таких школ вообще в Украине 4, школа Столярского была первой. И сегодня в этой школе обучаются более 400 одареннейших детей со всей Украины, в первую очередь с Одесского региона и с юга Украины. Конечно же, допустить закрытие этого учебного заведения невозможно. Но хотела бы обратить внимание всех на то, что эти школы подчиняются напрямую Министерству культуры, финансируются Министерством культуры. Согласно бюджетного кодекса, ни городская, ни областная власть не могут выделить финансирование на устранение тех или других проблем, которые есть в данный момент у школы имени профессора Столярского. Город, тем не менее, не может стоять в стороне. Мы сейчас оказываем консультативную помощь. Мы сейчас подключили наши городские структуры для того, чтобы они детально, более тщательно вычислили сумму, которая необходима для установки пожарной сигнализации. Потому что, думаю, никто не будет спорить с тем, что вопрос безопасности детей является все-таки приоритетным. Тем более, что на территории школы функционирует также и интернат, где дети находятся постоянно, круглосуточно. Поэтому сегодня мы думаем над тем, как снизить эту стоимость установки этой пожарной сигнализации. Сегодня работаем над этим. Сегодня работаем над тем, как выйти на мировую угоду с областными МЧС для того, чтобы подать заявление в суд, чтобы суд не приостанавливал деятельность этой школы. Сегодня мы понимаем о том, что есть решение суда. Тем не менее, готовится апелляция. Срок подачи апелляции еще не истек. Значит, будет подана апелляция. И после апелляции, когда будет назначена дата рассмотрения, все это время школа может функционировать. То есть, еще не будет, мы надеемся на то, что не будет исполнительного листа по приостановке деятельности. Но, опять-таки же, это достаточно сложная, кропотливая работа, в которой город уже примет участие с тем, чтобы выйти из этой сложной, достаточно сложной ситуации. Школа отправила запрос в министерство. Мы будем поддерживать этот запрос на выделение финансирования. Но пока еще не официально, в телефонном режиме мы понимаем, что у министерства таких денег нет. Но, тем не менее, будем просить, чтобы все-таки изыскали возможность хотя бы частично покрыть необходимые расходы. И будем говорить о том, что мы поэтапно будем внедрять эту пожарную сигнализацию, что тоже законодательно разрешено. В первую очередь, может быть, зону интерната и дальше уже школу. Для того, чтобы все-таки школа могла функционировать и вместе с тем, чтобы безопасность детей была учительна. То есть, таким образом, в общем-то, мы консультативным образом будем помогать этой школе и впредь, для того, чтобы сегодня одаренные дети Украины могли продолжать свое полноценное образование и обучение в школе имени профессора Столярского.